Всем привет! Сегодня у нас небольшие такие вот две посылочки и речь опять пойдет о наушниках. В прошлом видео о наушниках я рассказывал вот про вот такие вот наушники и ошибочно их назвал PPB024. Ошибочно их назвал, потому что они очень похожи на 24-й PPB. Я помню, что я их заказывал, PPB024. Но эта модель называется CRS-CN. А я помню, что я заказывал PPB024 и вот они только пришли. И давайте посмотрим, сравним, почему я ошибался и что действительно лучше. Они звучат неплохо и я их сравнил по звучанию. Они немножко лучше, чем PPB012. Это лучшие 5-баксовые наушники, которые есть Bluetooth. Вообще до 10 долларов лучше не встречал. Здесь же еще одни наушники. По-моему, что-то цена их около 10 долларов. Ну, посмотрим еще и на них и сравним. На данный момент я пользуюсь наушниками QCY-QY19. Это лучшие. Сейчас их на JD часто продают по 14.99. В диапазоне до 30 долларов. То есть я там оглядываясь на IB Free. И вот IB Free я покупал за 30 долларов. И, допустим, PPB, ой, не PPB, Meizu EP51. Они реально отстойнейшие по сравнению с этими наушниками. Эти реально они круче. И даже, знаю, ну, очень хвалили IB Free. Ну, реально IB Free ни о чем. По-серевну, как бы мне эти намного удобней. Лучше, ну, как бы по всем данным. То есть они мне очень-очень нравятся. Давайте распакуем и посмотрим. Вот такая громадная коробка. По-моему, Blue Book компания, да? Special Edition. Да, Ком называется. Ух ты, ну, реально красивая коробка. Здоровенная. И я не помню, действительно, по чем я их брал. Я выложу картинкой, по чем я их брал. Ну, что-то недорого было. То есть, ну, реально с виду очень здоровая коробка. Даже больше, чем у Meizu была. Вот, ну, и PPB 0.21. PPB стандартный пакет PPB. Вот, ну, оно немного похоже. Я так понимаю, что это одно и то же. Просто с разной торговой маркой. Тут добавили коробочку и продают... Ну, хотя, ну, может и разные вещи. Давайте посмотрим. По форме. Я по форме наушника сравнивал. Да, по форме наушника это одно и то же. И, а вот управление пульта разный. Так, здесь у нас провод, амбушюрки. Четыре амбушюрки и маленький короткий провод. Да, смотрите. Пульт управления точно такой же, как у PPB 0.12. Вот этот хлипенький. Который немножко гнется. Но это меня не пугает в 12-й версии. А по наушникам, давайте откроем вторые и посмотрим. То есть, по наушникам это одно и то же. Получается, вот это вот CR-SCN. Фирма, да, CR-SCN. Она взяла уши, да? Смотрите. Только они друг другу не магнитятся. Я не ту сторону, наверное, взял, где тут вторая. Вот. Не знаю. Ну, давайте уберу амбушюрки. Чтобы было понятней. Ну, по-моему, нет. Вот здесь, да, вот здесь различие. Вот здесь две дырочки. Здесь одна сплошная. Но по форме они, ну, чуть-чуть. Вот этот PPB чуть-чуть меньше. Так что, простите, что я вас ввел в заблуждение. Я в видео, когда, ну, в момент снимания вот этого видео, я еще это не выложил. Я там добавлю в тексте, что я ошибся. Это не PPB-024, а CR-CN. И вот отличие в нем в чем. То есть, вот сами ушки и пультики. Пультики. Ну, и сейчас я подключу звук, послушаю их и скажу. По звучанию. По поводу сидения в ушах. Они очень, ну, как бы, мне PPB-012 идеально нравятся. И вот эти вот мне нормально понравились. То есть, ну, неплохо сидят в ушах. Но чуть-чуть вот здесь вот этот бутончик, он немножко неудобный. То есть, в ухе сидит. Вот здесь он немножко сглажен. И не знаю, то есть, по удобности. Ну, за счет амбушюрки меньше. Будет, наверное, скорее всего, удобнее. Но если здесь повесить амбушюрку, будет удобно, наверное, так же. В остальном, всем, они практически похожи. Давайте сравню звук. Говорит на английском языке, да, PPB-024. Говорит на английском языке. И как все, все этой фирмы наушники, они абсолютно все. Вот как Bluetooth Music. Они не именем пишутся, там, не моделью, ничем. А Bluetooth Music. Это у всех моделей. То есть, заработал, загорелась лампочка. Ну, и давайте будем пробовать слушать. Кстати, RCCN тоже определились как Bluetooth Music. То есть, я когда делал обзор, я не обратил на это внимание. Но теперь, когда я их сравниваю, я могу точно сказать, что это одно и то же. Да, то есть, ну, возможно, произведено на одном и том же заводе. Просто под разными именами. Плюс, разница у них в том, что здесь круглый такой вот тонкий провод. А здесь он приплюснутый. То есть, этот, по идее, он будет меньше путаться. И у PPB-012 тоже был приплюснутый провод. И поэтому я его, наверное, облюбовал. Сейчас я уже эти послушал. Звучат неплохо. Сейчас я послушаю еще раз эти для сравнения. И скажу вывод. Вот, сравнил наушники. И мое мнение, что немножко лучше звучат все-таки PPB-024. Совсем чуть-чуть. Они немножко громче. Запаса громкости здесь хватает у обоих наушников. Если на максимум выкрутить и на пульте, и на телефоне. Слушать лично я не могу так слушать. То есть, мне на 70-80% громкости этого сверх нормы. Так я слушал в среднем на 50%. Но, по самим ушам, да, они практически идентичны. Ну, просто немножко в разных местах сделаны дырочки. И немножко разного вида. Так они абсолютно вот похожи. Различия у них это провод. Да, у PPB-012 он плоский. У CRC-SCN он кругленький. И пульт. И пульт у CRC-TN он крепче. То есть, ну, такой поприкольней. А у PPB-024 такой же, как у PPB-012 в серии. Но, поскольку я обожаю PPB-012, сидят они одинаково хорошо в ушах. То есть, ну, приятно. То есть, не выпадают. Все отлично. Единственное, что PPB-012, они немножко лучше сидят в ушах. Но у них хуже звук. Но, основной, как бы, да, то есть, из этих двоих. Если бы я выбирал, я бы выбрал PPB-024. Потому что у них нету глюка, который я просто не люблю. Но который, к сожалению, встречается очень часто и в дорогих наушниках. Например, у меня в IB-Free был такой глюк. То, что звук громкости включается кнопкой громкости. Но трек переключается назад. То есть, громкость сверху, громкость. И этот трек назад. Снизу громкостише сделать, но трек вперед. Наоборот. Здесь же громкость плюсом делается громче. И, соответственно, следующий трек тоже включается плюсом. Минусом включается задний, ну, предыдущий трек. Громкостише. Логически понятно. Здесь вот, ну, наоборот, сделано. Но это не ошибка. И там не какой-то глюк, допустим, телефона. А конкретно здесь вот нарисовано, что плюс включает трек назад. Минус включает трек вперед. Ну, мы привыкли, что громкость плюсом добавляется. И минусом убавляется. Треки переключаются плюсом вперед. Минусом назад. Я об этом уже много раз рассказывал. Почему они так делают? Для кого это удобно? То есть, может быть, это для китайского рынка. Может, у них так принято. Как бы разные страны. Ну, может, они для какого-то там еще рынка это делали. Где так заведено, что плюс это назад трек. А минус это вперед трек. Поэтому, в любом случае, звучат они хорошо. То есть, все, что я о них рассказал в предыдущем видео. Все, все абсолютная правда. То есть, ну, достойная замена ПББ. 0.12 CR-S7. Но ПББ 0.24 дает им фору, как минимум, в пульте. Пульт качества немножко хуже. Но у меня в ПББ 0.12 за полгода с ним ничего не случилось. С пультом, то есть, он не разлезся. Все отлично. И плюс еще здесь у нас вот плоский провод. То есть, что явно плюс. Он практически не путается. Этот же может перекрутиться, замотаться. Ну, этот тоже замотается. Но его легче распутать, когда запутается. Вот. Ну, и давайте перейдем теперь к следующему нашему наушникам. В общем, я повелся на цену, можно сказать. Что это тоже для инструкции, наверное. Как QCY-QY19. У них отдельная коробочка для инструкции. Инструкция полностью на китайском, но... Нет, не полностью на китайском. Вот есть английский язык, вполне-таки нормальный. Да, с обратной стороны, то есть, с одной стороны, получается, китайский. С другой стороны, все то же самое на английском языке. Это явный плюс. Иногда, ну, очень редко, но иногда бывает, приходится подсоединиться к инструкции. Вот. Что это у нас здесь дальше? Дальше у нас пустая коробочка? Нет, не пустая. Идут вот эти вот крючочки в уши. И зарядничек. Амбушюрки. А, ну, здесь крючочки выступают. Амбушюрка и крючочек это одно и то же. Получается один размер. Ну, и сами наушники. Пульт у них получается на ухе самом. Давайте. Вот так они выглядят. И давайте посмотрим поближе. Получается, здесь у нас microUSB. Причем открывается и закрывается очень удобно, очень хорошо. Этим не могут даже похвастаться очень дорогие наушники. Да, ком написано. Марки отпечатки остаются. И внутри выглядит вот так. И второе ухо. На втором ухе у нас кнопка включения. И кнопки громкости. Сегодня я ими попользуюсь. Сегодня-завтра я их погоняю. И потом дозапишу видео. И уже сделаем конец выводы. Итак, я погонял несколько дней с этими наушниками. И у меня, ну, реально очень-очень приятные впечатления от них. Точно скажу, что я ими пользоваться не буду, но они намного приятнее, чем Xiaomi Sport, которые у меня были. Вот так они выглядят в ухе для сравнения с QCY. Вот я вставил QCY QI19. Их еле заметно, да? То есть, вот если повернуть голову, то практически незаметно. Он практически вот так. И здесь вот реально торчит. Но это понятно, потому что пульта у них нет. У них пульт находится здесь. Но в сравнении с наушниками Xiaomi Sport, вот у них здесь все отлично настроено. То есть, кнопка включения. Вот, ты ее сразу берешь, к наушнику руку подводишь. Ты упираешься в кнопку включения. И кнопка включения звука, громкости и переключения треков находится здесь. И это реально удобно. То есть, ты берешь, вот ты тремя пальцами касаешься всех кнопок управления. И в сравнении с Xiaomi Sport это очень удобно. Как бы с одной стороны это нормально, потому что пульт бывает здесь где-то застреет. Еще где-нибудь там, да? И может перекрутиться и так далее. То есть, с одной стороны это удобно. Но я больше привык к пульту. Это неудобно, потому что еще ухо немного дергается, да? И так далее. Вот, поэтому я не люблю вот такое управление, когда оно на ухе. Но, если сравнивать эти наушники с Xiaomi Sport, то они намного удобнее. То есть, ну, и реально им за это плюс. Второй момент, это почему я их, ну, не променял бы я QCY на них. Разница у них, по-моему, в 5 долларов в цене. Но они больше. Сама вот эта вот штука, сам наушник и сам бушурка вместе, они больше, чем отверстие моего уха. И у QCY, допустим, вот для сравнения, вот QCY, они намного удобнее, намного плотнее сидят в ухе. Они не цепляются, не торчат. И, ну, реально очень-очень-очень, ну, вот именно идеально для моих ушей. Я не знаю, там, может быть, для кого-то подойдут и такие больше. Но для моих ушей идеально QCY. Поэтому я не готов поменять их. По звучанию. Звучат они объемно. И здесь нету такого преобладания высоких или низких. Здесь какая-то золотая середина. Мне звук из них даже больше понравился, чем у QCY, QY19. Но, если сравнивать, допустим, с Xiaomi Sport, они звучат намного круче. Намного круче, да? То есть, если сравнивать с QCY, чуть-чуть лучше, там, ну, процентов на 10, на 20. Но, если сравнивать с Xiaomi Sport, действительно, вот я специально брал Xiaomi Sport, сидел, сравнивал звук. Они реально приятнее звучат, намного приятнее в этом плане. Единственное, что вот их форма, да, они так же, как и Xiaomi Sport, неудобны для меня. Но, удобнее, чем, ну, как бы, они удобнее где-то процентов на 30, чем Xiaomi Sport для моих ушей. Если интересно, можете посмотреть обзор про Xiaomi Sport. Они были реально неудобны, под шапкой их нельзя выставлять. Этим можно засунуть под шапку, но уши устают. То есть, мои ушные раковины, они то ли, ну, как бы, натираются или этот. Поэтому, я не готов их использовать. Но, допустим, если кому-то вот такая вот форма наушника подходит, да, то есть, вот таких вот размеров, такая форма, то можно смело брать. Потому что они стоят около 10 долларов. Они удобней, приятней, чем Xiaomi Sport. И если вы хотите взять Xiaomi Sport, то попробуйте вот эти. Единственное, что здесь нет вот за ухо вот этого крючка, как у Xiaomi Sport. Они сидят тоже неплохо. Ну, единственное, что из-за такой большой формы могут, конечно, выпадать. То есть, побегать в них особо не побегаешь. Все равно, очень приятно меня удивили. Во-первых, и коробка какая красивая, стильная, то есть, и подарочная. И звук хороший. И батарея. То есть, батарея продержались, они 6 часов проигрывания музыки на средней громкости. Я думаю, что батарея пока новая. То есть, потом где-то усядется. Обычно уседаю там за 2-3 недели пользования. Батарейка усаживается. И начинаю там давать меньше процентов на 5-10. Ну, в любом случае, даже 5 часов для наушников, для таких, отлично вообще. То есть, единственное, что действительно, я бы, ну, как бы лично я, для себя, я их бы не использовал. И советовать, к сожалению, я их не могу. Хотя они очень хорошие и очень качественные. И единственное, что бренд там, да, не слишком известный, да, какой-то DACOM. То есть, вам не к Xiaomi. Но у Xiaomi действительно, вот, в сравнении с этими наушниками, Xiaomi Sport реальный отстой. У DACOM тоже проблем со звуком никаких не было. Там сопряглись удобно. Переключаются треки, как я люблю. То есть, плюсом это громкость. И плюсом это переключение вперед трека. Минус это громкость ниже. И переключение назад трека. То есть, не так, как у IB Free было, что плюс это включение громкости громче. И переключение трека назад. То есть, в обратном порядке. В принципе, вроде бы все озвучил. На этом у меня все. То есть, определенно лидер QCY-QY19 остается. То есть, на данный момент у меня пока наушников больше никаких не идет. На данный момент, то есть, пока не пришли новые какие-то наушники. Ну, пока я не присмотрел для себя какие-нибудь еще наушники, чтобы попробовать. Абсолютным лидером является QCY-QY19. На втором месте у меня ZKZ-ZS3. QCY пользуюсь ZS3. Они запасные у меня. И дома я использую PPB012. Вот три наушников, которые я выбрал для себя. Это все Bluetooth наушники. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок! Субтитры сделал DimaTorzok